Вот и настало время подвести итог многострадального дополнения Shadowlands. Помните, как всё начиналось? Тёмные мысли Сильваны, наконец, стали явными. Нам открылся новый, величайший злодей всех времён, что стоял не только за Королём Личом, но и за всеми остальными антагонистами на протяжении тысячелетий. Большинство ужасных преступлений – его рук дело. Названный тюремщиком, он внушал страх всем космическим силам и их богам, включая самого Саргераса с его непобедимой армией. Казалось, нас ждёт настоящая война бесконечности внутри вселенной Варкрафт, кульминация великой истории. Что самое интересное, рекламная кампания Shadowlands началась с неожиданного возвращения Артаса. Точнее, с его внезапного появления в новом рисованном синематике, который прямым текстом говорит «Принц Лордерона ещё вернётся». Появилось ощущение, что Близзард всё сделали правильно – создали мощного злодея и поставили его во главе сюжета, сразу показав нам главного врага. А затем вселили в игроков надежду вновь увидеть их любимого персонажа Артаса, история которого должна была получить грандиозное завершение. Всё это было приправлено сюжетной линией Сильваны, что за прошедшие годы успело занять место самого популярного героя. Вот он рецепт идеального дополнения, осталось только приправить и подать к столу. Однако, это на первый взгляд идеальное блюдо оказалось испорченным. И сегодня мы с головой окунёмся в причины падения Shadowlands и разберёмся во всех ошибках, что привели его к столь печальному исходу. Мы прошли этот путь от начала и до конца, делая теории, рассказывая вам историю и вникая в каждую мелочь, поэтому знаем, о чём говорим. Можете считать этот ролик репортажем от первого лица. Небольшая реклама и начинаем. Приятного просмотра. Но перед продолжением хотим рассказать вам о полезном сервисе. В нынешних условиях множество людей сталкиваются с проблемами при покупке игр или просто при переводе средств. Поэтому на помощь приходит Enot.io. Это агрегатор платёжных систем, который позволяет проводить донаты и оплачивать игры. Сервис работает с физическими, юридическими лицами и самозанятыми. Доступен быстрый вывод на карту или электронный кошелёк, а также массовые выплаты через API. Благодаря платёжной системе Enot игровые сервисы могут без труда принимать платежи. Способов приёма и вывода огромное количество. Более подробно можно узнать по ссылке в описании. Заранее хочу сказать. Мы не пытаемся как стервятники налетать на Близзард и клевать их со всех сторон. Мы лишь расскажем вам о фактах, витающих на поверхности и вглуби, приведших к падению потенциально лучшего дополнения. Признаться, всё началось действительно шикарно. Великий злодей, возвращение Артаса, потусторонний мир мёртвых, кульминация Сильваны как антагониста, возможность повидать легендарных персонажей, ушедших от нас давным-давно. Конечно же, это всё заинтриговало игроков. Мы купили дополнение, оплатили подписку и пошли в Тёмные земли для того, чтобы получить ответ на долгожданные вопросы, увидеть продолжение того, что нам показали. Если Близзард осмелились добавить Артаса в качестве одного из главных героев вступительного синематика и скинуть его в утробу, значит они автоматически создали путь для продолжения его истории. И если он столь значимый герой для вселенной Варкрафт, значит его участие в сюжете Shadowlands должно быть не менее значимым. Сначала было нашествие плети, затем мы вошли в Тёмные земли и встретились с бесконечной армией Зевуала, которую нарекали чуть ли не сильнейшая во вселенной, а после и самим Зевуалом, что по щелчку пальца ломал самых могущественных героев. Благодаря жертве Андуина мы смогли сбежать. Дальше наш путь лежал через Тёмные земли, где мы решали местные проблемы. Признаться, местами сюжет был действительно интересным. Знаете, всё это реально интриговало. Мы словно получили огромный пролог, задавший множество интересных сюжетных линий. Главным злодеем первой арки Shadowlands стал владыка Динатрий, пожалуй, самый харизматичный персонаж всего дополнения. И сражение с ним также внесло интригу, поскольку его заточили внутри собственного рунного клинка и решили оставить на потом. Затем мы спасли всех лидеров, за исключением Андуина, и повстречали таинственного рунного кузнеца, что стоял за изготовлением великих артефактов, ледяной скорби и шлема господства. Повторюсь, всё это послужило отличнейшим прологом, который внес множество интриг. Поклонники, то есть мы с вами, с нетерпением ждали, чем же всё обернётся. Тюремщик ощущался, как хорошо продуманный злодей с серой моралью, что по шагам исполнял грандиозный план. Мы реально считали его Таносом во вселенной Варкрафт. Также была интересна и судьба Андуина, кою вы решили превратить в нового Короля Лича. Рядом с ним постоянно находилась Сильвана со своим нелёгким выбором, и, как сказали Близзард, вскоре её история должна была полностью завершиться. И, конечно же, не утихал разгорающийся интерес к Артасу. Примерно в это же время вышел второй сезон сериала «Звёздные войны. Мандалорец», в финале которого грандиозно вернулся Люк Скайуокер, и его шикарное появление произвело сильнейшее впечатление на поклонников. Многие из фанатов Варкрафта, в том числе и я, полагали, что Артаса собираются вернуть таким же образом, ведь Близзард часто заимствовали идеи со вселенной «Звёздных войн». Кстати, у нас же есть второй канал, посвящённый далёкой-далёкой галактике — «Сверок». Да-да-да, это наш канал, поэтому подпишитесь на него. Казалось, Shadowlands поднимает Варкрафт на новый уровень, но на самом же деле он стал огромным шкафом, который только начинал своё громкое падение, прям как в той поговорке. Первое, что бросилось в глаза — а где история? Мы совершенно ничего не знали о прошлом тюремщика от Динатрия, Архонта или Королевой Зимы. Дополнение не имело никакой истории. Через какое-то время вышли так называемые «Хроники Shadowlands», но даже они не рассказали никакой истории. Разве так можно? Какая-то глупая таинственность во всём. Хроники были написаны в таком стиле. Мы не знаем, когда появился тюремщик, но существует он тысячелетия, и о нём никто не знал. Никто не знает, когда зародились тёмные земли, но они очень велики. Неизвестно, кто такие солдаты-утробы, но они величайшая армия. И вот в таком стиле преподносилась вся история Shadowlands. Мы не знаем этого, не знаем того, но вы поверьте, это всё очень-очень круто. Затем всплыла и вторая проблема. Отсутствие очень интересных погибших героев прошлого, коих все ждали. Да, вернулся принц Кельтас и утр Светоносный, а также парочка других знаменитых персонажей. Но на этом всё. Остальные 99% куда-то запропастились. Поклонники вместо ответов на вопросы начали задавать их всё больше. Ты спрашиваешь, хочу ли я найти своего отца. На самом деле, мне не надо его искать. Его дух всегда со мной. Ну и ладно. Понятное дело, что всех знаменитых персонажей вселенной Warcraft в одном дополнении не показать. Но наверняка у разработчика была возможность расширить количество главных героев и их экранное время. Но нет. Вместо условного Дуротана нам всё дополнение показывали существо неизвестного пола по имени Пелагий, кое не вызывал никакого интереса. Пока Blizzard утопали в скандалах и ограничениях, связанных с ковидом, игра возымела самый длинный простой между обновлениями. Аж 8 месяцев. Именно столько потребовалось разработчикам, чтобы явить нам второй акт истории под названием Цепи Господства. Обновление имело две ведущие арки – превращение Андуина в нового Короля Лича и завершение истории Сильваны. Именно эти сюжеты привлекали больше всего внимания. Также было интересно узнать и продолжение плана Тюремщика, и, конечно же, о Бартасе. Сначала нам показали кусок земли с названием Кортия и заставили поверить, что это место очень интересное. Но от этого Кортия не стала интересной. Затем нам явили продолжение основной сюжетной линии. В ней я могу выделить лишь две квестовые цепочки. Первое – возвращение утра на светлую сторону и флешбеки из истории Артаса Минитила, которые, кстати, приблизили нас к его возвращению. Ведь цветоносный прямым текстом намекал, что в скором времени постарается исправить свою ошибку. Второе – неожиданное возвращение Малганиса и побег Динатрия. Легендарный повелитель ужаса был взят в плен, его хотели перевоспитать, дабы он вновь стал благородным защитником Ревендретта. И я, наивный драк, поверил, что Близзард собирается сделать из Малганиса нового интересного героя, что будет помогать нам справиться со злодеями высшего космоса. Параллельно с этим нам явили таинственного правителя Малдраксуса – Примаса, который оказался тем самым рунным кузнецом, выковавшим ледяную скорбь. Причем сюжетная цепочка с его возвращением явно была сильно урезана. Его бросили нам под ноги, как рояли с кустов. Держите! А сюжет придумайте сами. Как он ковал Фрастморн, каким образом его заточили, хер его пойми. Финал цепей господства получился вполне себе интересным, но очень спорным. Во-первых, в новом рейде окончательно послевали нескольких интереснейших персонажей вселенной, таких как Горош, Келтузад и Нерзул. И хотя мне было очень больно видеть, как столь дорогих для меня персонажей смахивают словно пыль, можно списать это на то, что их время прошло, и с ними давно пора проститься. Во-вторых, заключительный синематик рейда вызвал немало вопросов и столько же недовольства. История Сильваны не получила обещанного завершения, никакого наказания. Вместо этого разработчики решили дать ей искупление. Кому-то это понравилось, кому-то нет. Затем тюремщик за считанные секунды из продуманного антигероя серой моралью превратился в обычного картонного злодея со стандартными репликами. «Все будут служить мне», «Я величайший», «Вселенная пойдет» и так далее. Игроки быстро поняли, что он абсолютно неинтересен, и все попытки приписать ему заслуги других злодеев из прошлого оказались тщетны. Он забрал с собой обращенного на темную сторону Андуина и скрылся в неизвестном разломе. И хотя обновление «Цепи Господства» получилось весьма спорным, оно все же смогло удержать интерес поклонников. Второй акт истории Shadowlands подошел к концу, теперь игра стояла на пороге трудного пути, имеющего две развилки. Налево — получить грандиозное завершение всех сюжетных линий с намеками на будущее. Направо — обломать и заруинить все к ебене матери. А мы че, материмся теперь в текстах? Думаю, вы и так знаете правильный ответ. Мне кажется, что Shadowlands должно было получить еще как минимум два крупных обновления. Но Blizzard решили все закончить заодно, поэтому третий акт сюжета Shadowlands стал настоящим провалом. Интерес игроков был на пике, и вот она — кульминация. Ожидания максимально завышены. Казалось, все только-только должно было начаться, все то, к чему нас подводили в прошлых обновлениях. Но все якорем пошло на дно. Словно кто-то зашел и сказал «Кина не будет, все по домам». Начнем по порядку. Сюжет с искуплением Сильваны и вступительный Синематик стал очень даже хорошим. И хотя он вызвал немало споров среди поклонников, благодаря хорошей подаче и грамотной драме Синематик все же смог произвести приятное впечатление. Таким образом, началась новая арка, вернувшаяся на путь истинной Сильваны. Вместе с ней и остальными героями мы в одно мгновение очутились в затерянном измерении под названием Зерет Мортис. Причем тюремщик искал путь туда веками, собирал для этого хорошо охраняемые ключи, а нам всего этого не нужно, потому что правители Ковенантов выковали новые ключи. Забавно, конечно. Сначала они так судорожно защищали эти самые ключи, но когда их отобрали, оказалось, что можно было легко выковать новые. Гениально! Такое чувство, что в тот момент сюжет уже придумывался на ходу. Про сам Зерет Мортис скажу лишь то, что он никак не связан с прошлым сюжетом Shadowlands и выглядит как максимально далекое от вселенной Варкрафт место, словно его выдрали из какой-нибудь планеты сокровищ. Нас интересует финальный рейд Горобница предвечных, в которой тюремщик начал исполнение своего грандиозного плана по изменению реальности. Опять же, кто такие предвечные? Да хрен его знает! К тому времени уже стало известно, что принц Артас Минитил заточен в кристалле господства, который молотком вбили в оскверненный клинок Андуина. Ставки были максимально высоки! Вот он момент истины! Помните, да? Величайший злодей всех времен, легендарное возвращение Артаса Минитила, а ведь на этом была построена вся рекламная компания Shadowlands. Прям вся. Только ради этого несчастного Артаса люди и следили за сюжетом. И знаете, что мы получили? Ничего. Тюремщика слили за пару кликов. Никакого Артаса нам не показали, даже на секунду. А внимание с его трагической смерти опять перетянули на Селивану. Плюс ко всему и Молганица мимолетом в унитаз спустили. Темный Андуин – это вообще отдельная тема. Парень только-только примерил наряд Короля Лича, ему уже говорят «Снимай, пора обратно». Все, что было нажито непосильным трудом, обнулилось. Знаете, когда я посмотрел на финал дополнения, я не получил никаких положительных эмоций. Я просто на секунду замер и сказал «И это все?». Мне кажется, что в эту секунду сотни тысяч людей по всему миру сказали со мной в один голос то же самое. Мы следили за Shadowlands почти два долгих года, чтобы в самом конце нам сказали «Забейте, это все неважно». Знаете, словно надули красивый шарик, а затем демонстративно лопнули его и заржали в полный голос. И самое обидное то, что концепция Shadowlands действительно имела огромный потенциал, но вот реализация оказалась крайне слабой. Можно ли дополнение Shadowlands считать полным провалом? Думаю, что нет. Я не знаю, сколько игроков относятся к нему лояльно, не знаю, как обстоят дела с игровыми механиками, балансом и так далее. Но если говорить о сюжетной составляющей, то это очевидно провал. Безусловно, за этим было интересно наблюдать. И на старте Shadowlands себя очень хорошо зарекомендовал, создал большие ожидания, и эти ожидания оказались неоправданными. Впереди нас ждет дополнение Dragonflight, и как можно заметить, разработчики решили исправить свои ошибки и взяли за основу привычные нам расы Сазерота, история которых получит расширение. Остается только ждать и надеяться, что все будет хорошо, но лично у меня хорошее предчувствие насчет аддона от драконных. Думаю, на это можно заканчивать. Если вы согласны или не согласны со мной, напишите в комментариях свое мнение, желательно в развернутом виде. Ну и подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч!